Здравствуйте, в эфире новости в студии Евгений Синебог. Особый противопожарный режим в лесах Югры пока не снимают. Ориентировочно он будет действовать до середины или даже конца следующей недели, в зависимости от погодных условий. Такие данные предоставляет окружной департамент недропользования и природных ресурсов. Сейчас в регионе тушат чуть более 30 лесных возгораний на площади 422 гектара. Очаги в Березовском и Советском районах. На земле работает около 380 пожарных, а в воздухе 19 самолетов и вертолетов. Среди них есть суда с водосливными устройствами. За прошедшие сутки при работе вертолетов с водосливными устройствами на кромку доставлено 248,5 тонны воды, обработано 3,2 километра кромки. Продолжает действовать режим повышенной готовности и особый противопожарный режим. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В Югре продолжает расти печальная статистика утонувших. Еще один человек погиб накануне в Сургуте. Это 56-летний мужчина, который купался в районе Гресс-1. С приходом в округ тепла любители поплавать в несанкционированных местах вновь активизировались. Чтобы избежать очередных трагедий, спасатели с особой тщательностью обследуют водные объекты. К одному из рейдов присоединилась и наша съемочная группа. Трагедий на воде, произошедших в этом году, можно было избежать, если бы жители соблюдали элементарные правила безопасности и не купались там, где это запрещено. Не ныряйте в незнакомых местах, не устраивайте в воде игр, связанных с погружением и удержанием под водой. Запрещается прыгать в воду с лодок, катеров, пирсов. Например, в Нижневартовском районе сегодня купаться можно на трех пляжах. Они расположены на базах отдыха «Долгая», «Кедр» и «Черная горка». А вот у жителей окружной столицы таких официально разрешенных мест попросту нет. Чтобы предупредить людей об опасности, которые таят в себе водоемы, спасатели проводят ежедневные профилактические выезды. Я нахожусь в Ханты-Мансийском Затоне, откуда сейчас в рейд отправится патрульная группа «ГИМС», чтобы найти тех, кто решил сегодня искупаться в неположенном месте. Штрафовать нарушителей не планируют. Вместо этого проведут с ними профилактическую беседу. Ну а мы за этим понаблюдаем. Всего в округе проведено три сотни выездов в места несанкционированного отдыха. Выдано 11 тысяч памяток и листовок. 425 детей, находящихся без присмотра взрослых, были удалены с берега. 120 родителей за это получили административные протоколы. Люди ложно думают о том, что находясь в 10-15 метрах, они вовремя могут оказать помощь своему ребенку. Это самое распространенное заблуждение. Ребенок, не умеющий плавать, он должен находиться от взрослого на расстоянии вытянутой руки. Только тогда взрослый сможет распознать и оказать ему помощь. Потому что дети, они в большинстве случаев даже не кричат. Некоторые дети стесняются позвать на помощь. Во время рейда отдыхающих на берегу затона было немного. Одни принимали солнечные ванны, другие окунались в воду. Что делать в этом месте запрещено. Входим на проверенные места, что купались не первый год. И уже думаем, раз до этого не узнали, то и сейчас все будет нормально. Сейчас, опять же, объяснили все. Больше этим летом не будем купаться. И погода не та, и сезон законченный, и место небезопасное. Ваши родители объясняют ли они вам, что надо все-таки соблюдать какие-то правила безопасности и не выходить на воду, тем более без их надзора? Конечно. Но перед тем, как идти, к примеру, сегодня, объясняли родители то, что в реку не заходить, там сидеть спокойно или типа того. Потому что, в принципе, да, утонуть реально страшно. Мы здесь недалеко живем, мы ходим именно сюда. Здесь песочек. На мой взгляд, я считаю, что нужно организовать какой-то городской пляж, хотя бы один-единственный, но оснастить оборудованием и спасателями, но и почистить территорию, потому что везде стекла, мусор, арматура. В этот день профилактические беседы проводились не только с отдыхающими на берегу, но и с владельцами маломерных судов. В этом году в ходе рейдов выявили больше 400 административных нарушений и выписали штрафов на полмиллиона рублей. Вот вам предупреждаю, чтобы в таком виде не выезжали на водные объекты, и спасательные жилеты у вас должны быть одеты. Не имеет значения. 9,9 у вас. Поднадзорный, неподнадзорный суд. Безопасность. Давайте потихонечку собирайтесь. Иезжайте на лоджую станцию, мы убирайте лодку. За навигационный период в Югре произошло 6 аварий на воде. В результате погибло столько же человек. Пятеро из них оказались за бортом без спасательных жилетов. Еще один человек скончался от травм, полученных во время столкновения двух маломерных судов. Всего же в округе с начала года утонуло 30 человек, включая шестеро детей. Наталья Акстельдар Муратов, окружная телерадиокомпания «Югра» при поддержке телевидения Нижневартовского района. «Югра» в очередной раз доказала, что своих не бросает. Накануне вечером в Сургуте приземлился специальный борт Минобороны. Он доставил в наш округ жителей Донбасса, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, в частности в хирургических операциях. За несколько дней до прилета борта в Макеевку направили бригаду югорских медиков. Они отобрали пациентов, которым смогут помочь, подготовили их и сопровождали в пути. Всего в «Югру» на лечение прилетели 22 человека, среди них 14 гражданских и 8 военнослужащих Народной милиции ДНР. Большинство прямо с трапа отправили в Сургутский травматологический центр. Также жителей Донбасса примет кардиологический диспансер. По прогнозам медиков, лечение и реабилитация в разных случаях займет от трех недель до трех месяцев. Все это делается в рамках соглашения между регионом и администрацией Макеевки. Перелет организован в сотрудничестве Минобороны, губернатора Югры, правительства округа и регионального отделения «Единой России». Мы уже практически каждому раздали средства связи для того, чтобы люди могли связаться со своими родными. Мы поможем всем прибывшим вместе с федеральной миграционной службой получить статус временного убежища. И здесь будут представители фонда медицинского страхования, для того, чтобы люди получили полис медицинского страхования для бесплатного получения здесь лечения. Прилетели лечиться с врачами по гуманитарной помощи, оперироваться, замена сустава. Травмы были, в общем, коксартроз развился, поэтому прошли по этой программе. Большое спасибо. И не просто так. Сейчас регион встает на рельсы креативной экономики. Это тренд не только для России, но и для всего мира. К слову, в Югре приняли один из первых в стране законов о креативных индустриях. Инициатором выступила губернатор Наталья Комарова. Тысячи творческих югорчан уже сейчас могут быть частью новой и перспективной отрасли. Подробнее о том, что же такое креатив по-югорски и как он превращается в большую индустрию, расскажем сегодня в программе «Югра от первого лица в 17.00». Погружаясь в Арктику, арт-проект под таким названием представляет на пятом фестивале Русского географического общества компания «Газпромнефть». В московском парке «Зарядье» побывала наша съемочная группа. Этот мультимедийный стенд – имитация ледяного куба, внутри которого обитатели арктических морских глубин. «Газпромнефть» создала его совместно со студией «Радуга Дизайн». В этом проекте мы постарались вызвать эмоции у человека, которые сравнили с первой встречей с дикой природой Арктики. Также мы старались передать красоту Арктики в ее первозданном виде, так как природа Арктики самобытна и красива сама по себе, без участия человека. Также этот проект – это способ сказать о том, что природа Арктики очень сильна и в то же время очень хрупка, и поэтому человек должен относиться к ней очень бережно и постараться ее сберечь. Над арт-проектом полгода трудилась команда из 15 человек – графические дизайнеры, инженеры, полярники. Программистов консультировали специалисты, которые занимаются изучением и охраной арктических животных. А чтобы превратить готовый программный код в инсталляцию, потребовалось несколько десятков мощных видеокарт и почти неделя непрерывной работы целого компьютерного кластера. Она поразила нас своей реалистичностью, когда смотришь на нарвала, который выныривает из ледяных глубин, причем показана очень хорошо. Это толщина льда, как разрываются льдины, выглядит очень потрясающе. Эта инсталляция, этот куб – один из важнейших объектов нашей экспозиции вообще. Я такое, честно говоря, вижу сам впервые, применительно к нашим редким морским млекопитающим, к редким видам арктическим. Та конструкция, которая была создана, она дает возможность всем желающим увидеть вот этих вот редких зверей, о которых, можно сказать, только легенды ходят. Морской единорог – действительно легендарное животное. Чтобы приоткрыть завесу тайны и изучить краснокнижного нарвала, «Газпромнефть» и «РГО» провели несколько экспедиций. И это лишь один из совместных экологических проектов. Бережное отношение к природе – базовый принцип компании. А когда речь идет о хрупкой арктической экосистеме, он актуален вдвойне. Потому что мы любим Арктику. Мы уже давно работаем там. Огромное количество сотрудников наших коллег живет в Арктике. Мы ее очень хорошо знаем. И за эти годы, в течение которых мы самые высокотехнологичные, самые амбициозные проекты реализовали именно так, мы успели влюбиться в нее, понять ее. Выставка в «Заряде» продлится до 28 августа. Она дает возможность еще раз убедиться, насколько многогранна наша страна и совершить интересное виртуальное путешествие. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале «Югра». Редактор субтитров А.Семкин